Уважаемые коллеги, на прошлой неделе президентом Российской Федерации принято кадровое решение, в том числе и по линии нашего ведомства. В частности, указано 2 ноября генерал-майор полиции Иросханов Аслан Салманович назначен министром внутренних дел по Чеченской Республике. Полковник полиции Серебренников Вадим Генрихович, начальником управления УВД по Оренбургской области. По традиции, хотел бы сказать несколько слов о трудовой биографии каждого из них. Аслан Салманович начинал свою служебную деятельность с должности милиционера в неведомственной охране, провел себя грамотным и ответственным сотрудником, через достаточно непродолжительное время обладая лидерскими качествами дорос до командира взвода, далее стал заместителем начальника райотдела по тыловому обеспечению. С учетом накопленного управленческого опыта был переведен в штаб полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а затем на протяжении 5 лет непосредственно возглавлял это подразделение. Аслан Салманович хорошо изучил специфику работы на земле, в разное время являлся руководителем отдела районного звена, а также Грозненского управления МВД России. С 2021 года находился в должности заместителем министра внутренних дел по Чеченской Республике начальника полиции. Большой путь профессионального становления пройден и Вадимом Генриховичем. В органы внутренних дел он пришел почти 30 лет назад, длительный период работы провел в оперативных и следственных подразделениях. Полученные навыки, незаменимые с практической точки зрения, позволяют эффективно координировать деятельность двух наших ведущих служб. Вадим Генрихович зарекомендовал себя высококвалифицированным разноплановым специалистом, предметно знает линию борьбы с организованной преступностью. Возглавлял несколько районных отделов и городское управление города Ростова-на-Дону. Позднее уже на областном уровне отвечал за такие направления, как охрана общественного порядка и обеспечение экономической безопасности. Последний год являлся заместителем начальника полиции регионального главка. Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенных территориях, знакомы с личным составом. Аслан Салманович в течение трех лет курировал подразделение криминального блока Чеченской Республики, а Вадим Генрихович с августа исполнял обязанности по должности, на которые теперь назначен. Несмотря на существенные различия между двумя субъектами, включая географическое положение, социально-экономические особенности, многие приоритетные задачи в правоохранительной сфере имеют схожий характер. Хотел бы обратить внимание на ряд из них. Прежде всего, речь идет о повышении эффективности принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Имея в виду не только так называемые традиционные составы убийств, разбойные нападения и грабежи, но и посягательства, совершенные с применением высоких технологий. За январь-сентябрь в Чеченской Республике их количество значительно сократилось. В Оренбургской области, как и в целом по России, напротив, увеличилось более чем на четверть. Однако раскрываемость подобных деяний в каждом из субъектов остается в районе 30%. Необходимо максимально задействовать весь имеющийся у нас кадровый технический потенциал для установления виновных. Шире использовать возможности компьютерных, лингвистических и фоноскопических экспертиз. Это касается как киберхищений, так и незаконного оборота оружия, наркотиков, экстремистских проявлений. Следует активизировать работу по выявлению фактов пропуск операторами связи, звонков с подменных номеров и направлению материала в прокуратуру. Привлечение к ответственности таких недобросовестных поставщиков услуг, по сути, является основным механизмом стимулирования их к исполнению предусмотренных законом обязанности. Еще один принципиальный момент касается мониторинга сети интернет и своевременной отработки значимой информации. Здесь требуется системный подход и закрепление конкретных должностных лиц, отвечающих за данное направление. Мы видим, сколько появляется информационных вбросов, ложных сведений провокационного характера. Все это нужно внимательно изучать и адекватно реагировать. В нынешних реалиях попытки дестабилизировать ситуацию могут предприниматься в любом регионе. Следующая крайне важная задача – противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией. На первом плане должна быть защита бюджетных ассигнований, всегда требует руководителей всех уровней подходить к данному вопросу принципиально. И в Чеченской Республике, и в Оренбургской области многое делается в указанной сфере. Количество задокументированных фактов, связанных с разного рода махинациями при освоении денежных средств, в текущем году существенно возросло. Значимость этого направления в условиях сложившейся геополитической ситуации без прецедентного санкционного давления на нашу страну трудно переоценить. Прошу и дальше укреплять оперативные позиции на всех участках, включая выявление налоговых преступлений и различных злоупотреблений в финансово-кредитной системе. Отдельно остановлюсь на некоторых аспектах реализации миграционной политики. Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание видов на жительство. В том числе на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезды в Россию. Требуется дополнительная мера по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы аннулировать. Не менее актуальным является вопрос снижения аварийности на дорогах. Серьезная беспокойность вызывает ситуацию в Оренбургской области. В частности, отмечается рост общего числа дорожно-транспортных происшествий, а также погибших и пострадавших в них. В Чеченской Республике по обозначенным ключевым параметрам снижения, но есть одна общая негативная тенденция. В двух регионах наблюдается увеличение количества происшествий с участием несовершеннолетних. Надо провести детальный анализ и посмотреть, что послужило их причиной в каждом конкретном случае. Проблему необходимо решать в честном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, владельцами автодорог. Вносите аргументированные предложения главам субъектов. Уверен, и Рамзан Ахматович, и Денис Владимирович поддержат ваши инициативы в интересах защиты жизни и здоровья детей. Еще один важный аспект касается организации контроля за полнотой проведения проверок по заявлениям о преступлениях. Именно от качества сбора материалов на первоначальном этапе зависит правильность принимаемых процессуальных решений, а зачастую конечный результат расследования по уголовным делам. Поэтому деятельность дежурных частей, следственных оперативных групп, участковых, уполномоченных полиции и других подразделений следует выстраивать соответствующим образом. В полной мере это относится к учетно-регистрационной и статистической работе. Недостатки в этих, на первый взгляд, формальных процедурах затем оборачиваются нарушением прав граждан и жалобами на сотрудников. В поле зрения начальника территориального органа министерства должен быть весь спектр вопросов от качества оказания населения государственных услуг до поддержания в служебных коллективах благоприятного морально-психологического климата. Считаю, оба руководителя обладают достаточным потенциалом и опытом для того, чтобы на необходимом уровне обеспечить выполнение поставленных задач. Хочу поздравить коллег с высокими назначениями и пожелать успеха в работе.